Медицина для богатых, а мы народ. Нет, мы достаточно редкая страна. Я знаю, это псевдо-социалистический лозунг, или люди, которые это говорят, либо они невежественны в управлении медицины, либо они просто убут. Других вариантов нет. Давайте я вам скажу пример. Так, осмотрю терапевта, там и там, это большая разница. Сейчас, ну, кто-то хочет и видит, что эта разница стоит, он пойдет. Подавляющее число частных клиник не рискнули заниматься лечением от коронавируса. Переоборудование под ковидный стационар стоит сотни миллионов рублей. И такой медицинский центр не может оказывать никакие другие услуги. Взяться за эту задачу в Москве рискнули мать и дитя, МИКСИ и Мединвестгруп. Они лечили пациентов с COVID-19 как под МС, так и ОМС, и платно. Все жаловались на недостаточный тариф ОМС. Стандартная расценка на лечение взрослого пациента 220 тысяч рублей. Жаловались, но лечили и наращивали выручку. Стоимость стационарного лечения в клинике МИКСИ или мать и дитя для коммерческих пациентов от 500 тысяч до полутора миллионов рублей за двухнедельный цикл. И в эту сумму не входит стоимость пребывания в реанимации. В итоге человек мог легко превысить 2 миллиона рублей. Частные медицинские организации заинтересованы в своем расширении участия в ОМС. Вы видите с их стороны не этот интерес, а их возможности по расширению спектра предлагаемых услуг? Сейчас не только по Нижегородской области, мы видим это и по другим регионам, конечно, идет запрос со стороны частного бизнеса в плане того, чтобы им дали объемы медицинской помощи. Мы-то и готовы эти объемы дать, но отдавая эти объемы из государственной системы, мы понимаем, что государственная система не дополучает объемы, а соответственно вынуждена сокращаться, вынуждена оптимизироваться. То есть развиваются частники, параллельно должен сохнуть какой-то государственный актив или центрально-районные больницы, либо областной больницы. Конечно, мы такого не допускаем, помощь должна быть доступна, но это все можно до поры до времени организовывать, потому что чем больше ты сушишь финансово эту помощь, тем в государственном секторе, тем она становится менее качественной и менее доступной. Это не проблема Российской Федерации или стран Центральной Азии, это в целом мировая проблема. Почему? Потому что очень сложно обучаться на эту профессию, постоянно идет изменение, постоянно идет перетягивание кадров. А у нас население стареющее, у нас все больше, скажем так, пожилых людей во всем мире, потому что есть возможность дожития, а медицинских кадров их не становится больше. И есть даже такая статистика, что в 2030 году, то есть через 10 лет, у нас будет нехватка порядка, по-моему, 5 миллионов медицинских работников, как высокого уровня, так и среднего уровня медперсонала. Есть ли конкуренция между государственной медициной, медициной ОМС и частным сектором? Есть ли конкуренция за специалистов внутри самого частного сектора? Построить большое медицинское учреждение не проблема, это мы умеем. И достаточно быстро его строим. Любой новый квадратный метр регионной эксплуатации обостряет конкуренцию за кадры. Однозначно, где они будут брать? Они перетягивают по своим же среди государственных, ну и, конечно, в первую очередь через частников. А вот сюда, по большому счету, и вот эти все реплики и тезисы, например, частники переманили врачей, давайте закроем частников, потому что ключевая борьба за медицинские кадры. Почему она возникает? Потому что вводят в эксплуатацию мощи, которые, безусловно, требуют трудового ресурса. Объем вводимых площадей огромный. И теперь вопрос, а нужно ли их вводить или нет? И вот на сегодняшний день, на мой взгляд, за счет средств государства не нужно строить нисколько. Вот ровно ноль. Выходом для частных медучреждений становится повышение нагрузки на врачей. Врачи в ответ голосуют ногами. Некоторые доктора предпочитают перейти в муниципальные медучреждения, где у работников бюджетной сферы больше различных егор. А в случае оказания муниципальной поликлиникой или больницей платных услуг сотрудники могут рассчитывать на процент от их продаж в качестве прибавки зарплаты. Еще больше изменили баланс так называемой ковидные выплаты врачам. На сегодняшний день вакцинация обязательная, в зависимости от эпид-ситуации, уже введена в 10 субъектах Российской Федерации. И с понедельника мы принимаем решение о расширении этого расписка еще на 8 субъектов. Что мы наблюдаем в практике? Да, после прививок болеют, но болеют легко, без последствий. Поэтому с точки зрения, опять же, необходимости, я считаю, что прививаться надо. Как мы видим, некоторые работники столичной сферы услуг действительно задумались об уколе. Но есть и те, кто идет на прививку не из-за страха перед коронавирусом и не из-за гражданского долга, а по принуждению. Отрицательно. Я не хотел вакцинироваться. Не заставили бы, не пошел. И не стал бы. Будем вакцинироваться? Что поделать? Никуда от этого не деться? Не я решила, а, наверное, за меня решили. Из-за указа Собянина. Теперь приходится делать, чтобы не потерять работу, скажем так. Так совершенно не хотела я этого делать. Не хотела проходить вакцинацию, так как я не болела. И на протяжении трех лет я уже не болею. Ни дети мои не болели, ни в садике, ни в школе. Поэтому пришлось, что сказать, пришлось прийти, сделать, чтобы работать дальше. Кроме вакцинации, власти пытаются сдержать очередное наступление коронавируса новыми ограничениями. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вернул обязательную удаленку для 30% сотрудников. Это требование не касается вакцинированных работников. Также с 28 июня на дистанционный формат нужно перевезти всех граждан старше 65-ти, тех, кто имеет хронические заболевания. Кроме того, в столице продлили запрет на работу заведения общепита с 23 часов до 6 утра и на проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, караоке. К тому же запрет на работу у фудкортов в Москве стал бессрочным. Напомним, что с 28 июня в столичные бары, рестораны и кафе начнут пускать только по QR-кодам. Их могут получить привиты от ковида, переболевшие им не валея на полгода назад или тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Исключение касается только летних лиран. Власти услышали мольбы рестораторов и разрешили посещать открытые террасы без QR-кода, но только до 12 июля.